Мишку окружала непроглядная тьма. Он смирился и позволил гулкой пустоте качать себя. Не с кем сражаться, некого спасать. Можно отдохнуть. Но что это за неприятное чувство царапает его, становясь сильнее и сильнее? Может, это мысль о том, что он бросил Алисию? Это она колет его иглой? Над ним склонилась фарфоровая кукла. Она зашивала ему раны. А рядом с ней Мишка увидел кошку-ведьму. Он содрогнулся. Значит, это конец. Кошка успокоила медведя бояться. Ему было нечего. Но пришло время, наконец, узнать правду. Какую правду? Что на самом деле он убивал не демонов, а стражей, которые оберегали внутренний мир. Алисии. Но почему стражи приняли столь чудовищный облик? Кошка все ему объяснила. Подсознание Алисии обратилось к насилию для защиты хозяйки, так же, как иммунитет атакует вирусы. А вирусом в этот раз была... Искорка. Коварная маленькая фея пыталась пробраться в подсознание Алисии и подчинить его себе. Но почему Искорка решила действовать именно его, Мишкиными лапами? Все просто. Мишка был самым сильным и самым отважным стражем Алисии. Неужели он правда ее страж? Как он мог об этом забыть? Когда Алисия заперла Мишку в сундуке, в его душе пустила корни обида. Этим и воспользовалась Искорка, приводя в исполнение свой коварный план. Она стерла важнейшую часть его памяти, и Мишка забыл свое истинное предназначение и силу. Подлая фея обманула его и превратила вернейшего защитника Алисии в смертоносное оружие против нее. Победа над каждым демоном питала магию Искорки, и она становилась все сильнее и сильнее. Мишка пришел в ужас. Так вот, почему кошка-ведьма сразу его узнала, а он так ничего и не вспомнил. Он забыл, что когда-то они с кошкой плечом к плечу защищали Алисию. Забыл, что кошка жила в самом сердце подсознания Алисии. Кошка представляла собой лимбическую систему, ее супер-эго. Она защищала самую глубинную ее суть. Именно поэтому влияние кошки можно было ощутить только в самых дальних закоулках снов. Кошка-ведьма могла лишь беспомощно наблюдать за событиями, которые разворачивались в мире снов Алисии. Сначала кошка пришла в ярость, видя, как Мишка рушит сны Алисии. И все же она понимала, словами невозможно убедить его не доверять Искорке. Кошка решила разозрить Мишку и стала высмеивать его любимую хозяйку в надежде, что медведь вспомнит прошлое и вернет себе силу. Увы, ее план не сразу увенчался успехом. Кошке пришлось действовать тоньше. Затаившись во тьме, она ждала, когда же Искорка наконец покажет свое истинное лицо. При каждой встрече с Мишкой кошка-ведьма вытягивала из него как можно больше сил и лечила раненых стражей. Туман в голове медведя рассеивался. У него оставалось еще много неотвеченных вопросов, но гнев на предательство Искорки и страстное желание спасти Алисию пробудили спящую в нем силу. Мишку охватило ревущее пламя, древнее, жаркое и родное. Он по-настоящему рассверепел, стал диким зверем. Он понял, чтобы победить чудовище, нужно самому стать чудовищем. Пришла пора. Кошка-ведьма вернула его в мир снов, но там все изменилось до неузнаваемости. Да что здесь произошло? Искорка пожирает сны Алисии! Смешно видеть, как ты сам себя испугался. Что вы делаете в моей голове? Прежде чем отправить тебя назад, я связала нас всех воедино. Мы будем помогать тебе. И отдадим тебе все оставшиеся силы. Прими наш дар, пусть он и невелик. А давайте вы не будете говорить одновременно. Эй, тихо! У моего медвежонка из-за вас голова разболится. Как ты знаешь, Искорка забрала себе почти всю нашу волшебную силу. И стала практически непобедима. Все, что осталось, мы вручаем тебе. Чтобы ты получил еще один шанс. Не упусти его! А давай ты не будешь на него давить. Девочки, не ссорьтесь. Я понимаю, что сейчас рискую своей шкурой. Но я обещаю вам, я эту обманщицу на мелкие клочки порву. Теперь помолчите, я иду драться. Вот это поворот! Вот это завернули, конечно, разработчики. Напоминаю, кто немножечко запутался. Короче, во всем была виновата Искорка. С самого начала... Ну как, не самого начала. Когда нам король сказал, что брысь отсюда неверно. Или как он там ее назвал? Ну, каменный король. Я сразу просек, что с Искорой что-то не то. И кот, оказывается, был на нашей стороне. Ну, кошка, темная кошка. А мы сейчас находимся в пустоте. В мире, где ничего не должно быть. И Мишка рассверепел. Дико рассверепел. И сейчас будем искать эту Искорку, чтобы ее размотать. Мы дикие... О! О, и гномы тут все подряд. Ну что ж. Сейчас мы им покажем. Настоящего медведя. Опля. Знаете вам, с меча. Гномик был и гномика нет. И у меня же теперь супер крутая способность, да? С прошлого видео. Все, кто меня ударяют, погибают. Ну, по крайней мере, с нескольких или с двух раз. Опля. Я могу подхилиться, кстати. Но времени нет. Видал, он меня ударил и сдох. Ну как, а ты меня ударишь и сдохнешь. Круто. Теперь я подхилюсь. Я, видимо, еще то, что огненный. Забавно, вообще офигенно, слушай. Да, наверное, то, что я огненный медведь, я наношу урон огнем. Наверное. Но это не точно. Мы захилились и можем идти дальше. Нет. Какая здоровая муха. Мы их, кстати, как-то видели. А, нет, ну не таких мух мы видели, кстати. Мы видели обычных вон, которые чуть ниже летят. Блин, бумеранг у меня почему-то. Я хотел лук. Я хотел лук. На лук. Надо, кстати, попробовать к зеркалу подойти и поменять на лук. Ненавижу бумеранг. Он мне... Он мне вначале нравился, но потом перенравился. Опля. Мухи, кстати, просто летают и не бомбят. Обычно они какахи какие-то скидывают. Ой. Ну, ничего страшного. Ну, слушай, мне нравится новый скин медведя. Он обладает невероятной силой. Злой такой. И в то же время светлая энергия. О, наконец-то они начали скидывать на меня свои какухи. Эти подлые мухи. А то я думаю, что они? Что они ничего не делают без действий? Вот, кстати, зеркало. Отлично. Сейчас попробую поменять снаряжение, если мне дадут это сделать. Ага. Значит, щит. 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 Было бы круто на самом деле щит взять. Но нет. Лучше лук. Пускай будет двойной меч и копье. Вот. Я хочу копье. Все. Погнали. Поменяли двойные клинки. Ох. Печеняги. Здесь, короче, все противники в скопе будут. Плюс еще вот эта вот металлическая змея. О, кстати, я уже таланты прокачал. Ой-ой-ой-ой. Получай. Подрывашки. Да что ж такое-то? Так, давай-ка я таланты прокачаю. Во что будем вкидываться, собственно? В двойное оружие? Или куда? В полет? В полет не хочу. Запас маны. Еще больше увеличу запас маны. Вот это я, наверное, прокачаю. Потому что у меня дико оно кончается. Короче, прикинь, оказывается, здесь две этих гусеницы металлических. Офигеть. Вон одна, вон вторая. Ой-ой-ой. Как вас много-то. Короче, я просто мимо пробегаю. Их очень долго мочить. Буду разбираться с печенегами. И вот... Ой-ой-ой. И вот с этими мухами. Как я их одним выстрелил? О, еще и яйца. Да блин. Эти гусеницы, видимо, меня будут преследовать до конца. Просто до конца. Знаете, яйцо. Минус яйцо. Сдох. Ну, тут просто нереально. И яйца, которые плюются едким веществом. И комары. И эти гусеницы. И печенежки. Ужас просто. Да. Не зря я такой огненный медведь. Сложновато тут. Очень сложновато, я тебе скажу. В этой пустоте. Получайте. Получайте. Опля. Я сделал вот так вот. Разбитое яйцо. Протухло внутри. Я спасу этот мир и Алисию. А все таки подумали, что все это финал. Такой плачевный, грустный финал. А на самом деле нет. Все не так. О, можно вниз спуститься. Что внизу? Непонятно, что внизу. Но я достаю отсюда мух. Ну, в смысле комаров. Давай запрыгнем. О! Ежики. Ежики-колеснички. Опаньки. Готов. Но там такой здоровенный. Сразу в шипы встал. По низу пройду. Вот так вот сделаю. Сюда запрыгнуть можно. Опля. Опля. За колбасу зацепимся сейчас. Жирненькую. Может даже протухшую уже колбасу. Что, нам наверх нужно? Сюда. Так, зеркало внизу. О, летучие мышки. Плесень снова появилась. Я сейчас сквозь все миры буду проходить, что ли? Не открывать. Коробку с печеньями. И там. Ха-ха. Смотри тут. Заряжаем меч. Блин, не получилось меч зарядить. Черт. Мышки. О, еще прилетели. Уходим. Вот, зарядил наконец-то меч. И мышка осталась. И размотали. Ништячок. Заходим в эту коробку с печеньями. Что, мне нужно зацепиться тут на всякий пожарный? А, упал. В кишочке какие-то черные феи появились. Черная фея. Вот так вот. Да, без моего нового скинчика было бы здесь сложновато. Слушай. Мы сейчас, видимо, реально по всем грехам пройдемся. Если это, конечно, грехи. Там другие семь смертных грехов на самом деле. Ну, что-то схожее. Тематика какая-то. Ой, 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 ой. Так, вон того надо подбить. Вот этих тоже надо истребить. Ну, ничего себе. Вы тут прыгаете. Как Человеки-пауки. Да, блин. Прям в меня выстрелил. Не успел я убежать. Готов. Последний остался. Все. Всех истребил здесь. Здесь все. Прыгаем теперь вниз. Опа. Сюда. Сюда мы не пройдем, если у меня нет топора. Ха-ха. Сейчас я меч зарядить попробую. Ну, мечом можно сломать. Хорошо. А сюда, если пойти? О, здоровая утка. Офигеть. Какая она большая. Сейчас я ей напихаю в голову. Быстро сдохну. Но она гигантская была. Очень гигантская. Я такой еще не видел утки. Добавно. Сюда прыгаем. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обезьяны летащие. Блин, еще их... Все, что можно было, собрал. Вообще, все. Подожди, можно как бы еще и вниз спуститься, вроде бы, когда? Или нет? Не, ну вниз-то навряд ли, конечно. Хотя, ну-ка, вот сюда. Сюда можно. Да если ты случайно туда упал, видимо. Сейчас подхилимся с тобой. Готовы. К вершению, свершению, не вершению. Все равно пилу задел. Ага, паркурим, паркурим. Але. Оп. Как медведь в цирке. Тут постянки. Нет, 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 не вздумайте. Нафиг. Ну, мед... А прикинь, в них стрела не попадает почему-то, помимо... Мимо пролетело. Либо я скосил очень жестко. Я подофигел немного, когда увидел это. Но мне казалось, что просто стрела сквозь подлетела. Так, сюда бежим, 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 бежим. Опля. Так. Момент, 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 момент. А есть. Вот эти сложные штуки. Тут опять они... В прошлой серии их мучился, проходил. Нет, только не обезьяны. Только не обезьяны. Ненавижу вас. Стой, стой, стой. Нет, туда надо. Вот, отлично. Сумел. Смог. Теперь... Сюда. Все выше и выше. Интересно, если бы я упал вниз, я бы, наверное, погиб. Там же эти зеленые токсичные шипы. Поварешка. Знакомый. О, там рыбы. Можно... Я же теперь плавать умею, кстати. Я же могу теперь и вниз плавать. Но внизу ничего нет. Хотя... Хотя... Тут много всего интересного. Ой. А почему-то не сдохла, интересно. Ты же об меня ударилась. Рыбина. Нам вообще сюда нужно? Кто ж их знает? Ох ты ж, нифига себе. Так, я подожду тебя тут. То есть вы мне хотите сказать, что тут ничего. Тут пустота. Хотя вот проплыть можно, смотри. Подхилимся. Очень странная пустота прям. Ну, как бы, в принципе, она соткана из чужих миров. В пустоте же нет ничего своего. Поэтому все понятно. Поэтому все понятно. Сверху капли капают. Как в первую часть. Ой, молнии. Тут все. Ой, вот это фигня, блин. Нет, я просто убегу. От тебя? Ты меня даже не заден. Нет, она задела. Еще один. Может, хватит призраков? Ох ты ж. Мимо. Мимо. Задел все-таки, скотина. Ладно, сейчас я в пул хп приду. Ну, видимо, их нужно будет все-таки убить сейчас. Я там видел зеленый огонек, который нам поможет с этим делом. Давай, давай, давай. Ха. Он сдох, потому что задел меня. Еще зеленый огонек. Где там? Последний. Жирный. Вот он. Жирный, иди сюда. Получил? Ага, у меня закончилась энергия, поэтому бежим. 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 Вон зеленый свет. Ну что там, призрак, я готов. Где ты там? Куда ты улетел от меня? Наверх. Сейчас еще подхилюсь. И сейчас наваляем ему. Где-то он туда вот наверх улетел. Вот он. Вот он, вот он. Мимо. Раз, попадание. Два, три. Блин, у меня закончилось зелье. Зеленое зелье. Огонек. Ты когда сдохнешь-то? Когда сдохнешь, товарищ? Мимо. Блин. О! Все, об меня ударился и сдох. Отлично. Это хорошо. Мы, значит, теперь поднимаемся вверх. О, какие облака. Черный облик. Черный облик. Куда мне? А, вон, смотри, искорка. Кажется. И лампочка. И много ты сожрала, пока меня не было. Ты? И как же ты еще жив? Когда-нибудь я, конечно, умру. Но сначала я прикончу тебя. Ну, попробуй. Я теперь богиня в мире снов. Да ладно, богиня. Че-то умеешь, богиня. Искорка запускает искорку. Логично. Я подхилю, ты все равно ничего не делаешь. Ну, какая-то вяленькая, мне кажется. Оп, тут надо было прыгнуть. Явно. Ага. Все спадать начнется. Ясно. Я ее урон-то наношу, ты видишь? Кажется, да. Чуть-чуть есть. На тебе с меча. Интересно, а когда она меня бьет, она наносит себе урон? Как остальные? Ух ты, че она тут придумала. Мимо. Получай. Ну, короче, пока что она лайтовая, я тебе хочу сказать. Ничего сложного в ней нет, но она усиливается с каждым разом. Чем меньше у нее здоровья. Ты вернулся, чтобы мне отомстить? Это все, на что ты способен? Ах, ты подлая. В благодарность за то, что повеселил меня этим смехотворным покушением, я убью тебя одним ударом. Полюбуйся, сколько волшебной силы я у тебя украла! Ну, давай, показывай. Ты же типа босс самый последний, крутой. Ты не смеешь осквернять мою магию своим грязным прикосновением. Мерзкое ты существо. Моя сила подчиняется лишь тем, кто чист сердцем и доказал это. Враг превосходит нас силой, отважный рыцарь. Я могу лишь одно. Дать шанс, которого у тебя не было прежде. И этого хватит. Ну что, лампочка, второй раунд? Круто! Король вообще крутой. Она и так истяк меня сейчас будет лупить. Да, и снизу, и сверху. Смотри, полетели. Ой, не успел. Ой, больно. Ну все, она типа разозлилась. Но все равно это так себе. Так себе. Но мне достается. Ничего не скажешь. Так. Вода падает, а я хилюсь. Не сумел. Встать ровненько. Ух ты. Ух ты, ух ты. Жарковато. Но я тоже не из пуха сделанный. Хотя из пуха может быть. Мне интересно, только настоящий или синтетический пушок у меня там внутри. Наверное, синтетический. Потому что я мега крутой. Опа, не попал. Прям снизу тебя сейчас буду бабахать. Черт. Ладно, я сейчас до тебя доберусь. Посерединке. Ага. Просто с лука постреляю, все. Смотри, во что ты превратилась. И ты зовешь себя богиней? Заткнись, несносный медведь. Твой свет должен был оберегать и успокаивать Алисию. А ты прятала за ним свою истинную натуру. Не тебе меня судить. Ты давно в зеркало смотрел чудовище. Моя внешность полностью отражает мою суть. Я свирепый медведь, который тебя разорвет. Но все-таки тебе еще не поздно одуматься. Пусть все закончится иначе. Нет, медведь. Такой финал меня полностью устраивает. Мы оба самоотверженно оберегали сон Алисии. И оба были забыты. Пусть один из нас решит, чем закончится эта история. Я понимаю твои чувства. Да, мы с тобой оба старые и усталые. Нам обоим не хватает жизненных сил. Но это не значит, что мы имеем право забирать жизнь у нее. Хватит благородных речей, косолапый. Пришла пора наконец свести счеты. Не такого финала я хотел. Но я не отступлю. Давай лампочка. О, сейчас со всех щелей пойдет. Но не прикажется. Лампочка разузлилась, кажется. Причем, хорошо, что она все оружие, которое мне магической силой наделила, не отобрала. Она могла бы это сделать. Я ее же оружием убиваю. Ой-ой-ой. Я подхилился. Интересно, а кто меня хилит? Смотри, там какая-то снежинка вылетает и хилит, штопает меня. Это же не она. Какая-то другая фея, что ли? Вот вопрос. Не продумали это разработчики. Могли бы меня подшивать мои друзья. Которые меня штопали. После дракона. Ну тебе недолго осталось, подруга. Ты все. Ты мусор уже. Ух ты, ух ты, ух ты. Прям все. И последний удар. А нет, еще удар. Готово. Ой, смотри. Она как вампир какой-то, сжигает сама себя. Все, я ее победил. Дорогой мой медведь, я тобой горжусь. Алисия спасена. Ты победил! Да, в последнюю минуту. Мой герой. Да ладно вам всем, чего вы. Я просто пришел и погасил свет. Ну, если подумать, и правда. Глупости. Потомки будут слагать баллады о его подвигах. Это была непростая победа. Оставьте вы его в покое. Отдыхай, Мишка. Ты очень, очень хороший медведь. Какая страшная Алисия, блин. Как кукла. Конец страшных сказок. Довольно хороший конец. Добрый. Не страшный. Ну вот, собственно, и все. Мы прошли всего медведя. И я тебе хочу сказать, что вот финал был крутой. Но босс... Дракон был, наверное... Нет, даже не дракон, а кто был. Русалка была сложнее. Да, я с русалкой долго возился. Чем вот с этой вот вспышкой. Лампочкой. Этой феей, которая с самого начала нас сопровождала. И оказалась такой вот двуликой скотинкой. В общем, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео. И подписаться, если ты еще не подписан. Чтобы не пропустить следующих прохождений прикольных игрушек. На которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи.